Библейский портал экзегет.ру представляет Из голубой, пурпуровой, баграной пряжи Соткали одежды для богослужения в святилище Соткали священные одежды для арона Так повелел Моисеев Господь Вот здесь пошли описания священных одежд И они, как покровы для скини Они делаются из лучших тканей Но, соответственно, по определенным правилам Из золота, голубой, пурпуровой, баграной пряжи И тонкого льна сделали эфот Для этого золото расплющили в листы И разрезали их на нити Из этих нитей, голубой, пурпуровой, баграной пряжи И тонкого льна, соткали ткань с орнаментом По сторонам к эфоду пришили наплечники Поясок эфода был соткан так же, как и сам эфода Составлял с ним единое целое Он был соткан из золотой нити, голубой, пурпуровой, баграной пряжи И тонкого льна Так повелел Господь Моисеев Приготовили камни с шохом Вставленные в узорчатые оправы из золота На этих камнях, как бы печатях Были вырезаны имена сыновей Израиля Их прикрепили к наплечникам эфоду Чтобы эти камни были напоминанием о сыновьях Израиля Так повелел Моисеев Господь Вот мы уже говорили, что в 28 главе Что эти имена племен или колен Израиля Это знак того, что Арон представляет весь народ пред Богом Сделан нагрудник, так же, как и фод Из золотой нити, голубой, пурпуровой, багряной пряжи И тонкого льна с вытканным орнаментом Нагрудник был квадратным, в пять длиной и в пять шириной И сложенный вдвое ткани На нем было четыре ряда драгоценных камней В первом ряду рубин, хризалит и изумруд Во втором бирюза, сапфир и гагат В третьем яхон, тагат и халцедон В четвертом топаз, шохом и яшма Все камни были в узорчатых золотых оправах Камни было двенадцать с именами сыновей Израиля На каждом камне, как на печати, было вырезано имя одного из двенадцати племен Израиля Для нагрудника сделали цепочки из чистого золота, витые, как шнуры Сделали две узорчатые золотые оправы Сделали также два золотых кольца И, укрепив их по углам нагрудника, соединили двумя золотыми цепочками с двумя оправами А оправы эти прикрепили к наплечникам эфода спереди Сделали еще два золотых кольца И прикрепили их к двум углам нагрудника с внутренней стороны, там, где он прилегает к эфоду Это про крепление этого нагрудника А эфод, мы уже все это говорили, просто напомню Это главная часть одеяния Превосвященника То есть, собственно, видимая внешняя часть, к которой крепятся все эти дополнительные элементы Сделали еще два золотых кольца И прикрепили их к двух углам нагрудника с внутренней стороны, там, где он прилегает к эфоду Сделали еще два золотых кольца, прикрепили их спереди к нижнему краю наплечников, там, где они пришиты, сверху к пояску ифода. Кольца нагрудника были связаны голубым шнурком с кольцами ифода, так что нагрудник, находясь над пояском ифода, вплотную прилегал к ифоду. Так повелел Моисею Господь. Соткали ризу под ифод, ну то есть нижнюю, рубашку сплошь из голубой пряжи. В ней был вырез с прочным краем, как у воинского облачения, чтобы риза не рвалась. По нижнему краю риза сделали шарики в виде гранатовых плодов из голубой, пурпуровой, багряной пряжи и тонкого льна. Сделали колокольчики из чистого золота и подвесили их между гранатовыми плодами по всему нижнему краю риза. Колокольчики и гранатовые плоды шли чередуясь вдоль всего нижнего края риза для богослужения. Так повелел Моисею Господь. И мы говорили, что вот колокольчики, они показывают, что идет первосвященник, вот он отличается от всех людей, даже чисто внешне, звоном. И такая мелочь, как нижнее белье, тоже упомянуто. Для Орона его сыновей соткали рубахи из льна, сделали льняной тюрбан и льняные головные повязки, сделали штаны из тонкого льна. Соткали разноцветные поясы из тонкого льна, голубой, пурпуровой, багряной пряжи. Так повелел Моисею Господь. Вот понятно, что вроде бы смешно нижнее белье, а тоже важно, да, то есть вот аккуратность, гигиена, эстетичность, она ни в чем не должна нарушаться в священодействии. Сделали венец святыни, золотой цветок, то есть то, что носится первосвященникам на голове, и вырезали на нем, как на печати, надпись «Святыня Господня». Вот самое-самое святое, что может быть среди людей, это первосвященник. К нему прикрепили голубой шнурок, чтобы привязывать поверх тюрбана. Так повелел Моисею Господь. И завершилась работа над скинией шатром встречи. Сыны Израилева сделали все в точности, как повелел Моисею Господь. Они принесли Моисею скинию, покров и все их принадлежности, а здесь Моисея уже контролирует исполнение, да, и подводит итог. И все их принадлежности, застежки, рамы, перекладины, столбы и опоры, а также покрытие из дубленных бараньих шкур и покрытие из тонко выделанной кожи, завесу, ковчег завета, его шесты, навершия, столы, его сосуды, хлеб, что будет лежать при лицом Господа. Сторонно хлеб должен постоянно меняться, но как бы первый его образец, да. Светильник из чистого золота и лампады, которые должны стоять на нем, все его принадлежности и масло для него, золотой жертвенник, масло для помазания, благовоние для воскурений, полок для входа в шатер, медный жертвенник с медной решеткой, его шесты, его утварь, чан с подставкой, завесы двора, его столбы и опоры под них, полок для ворот двора, веревки и колышки, все утварь для служения в скинии, шатре встречи, а также одежда для богослужения в святилище, священной одежды Аарона, священника и священнической одежды его сыновей. Как повелел Моисеев Господь в точности, так сына Израиля, вы все и сделали. То есть, смотрите, книга Исход тратит огромный объем, учитывая, что тогда же не было печатного станка, да, надо было все писать руками на то, чтобы подробно описать, как должно все быть сделано. Потом повторяет, сделали, 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 перечень того, что сделали, и, наконец, когда же все сделали в третий раз, ну, здесь, конечно, короче, но все равно принесли то, 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 то и то. Да, вот важно отграничить то, что относится к богослужению, является священной утварью, священными одеяниями, священными конструкциями от всего профанного, да. И вот именно поэтому оно так подробно здесь перечисляется. Моисея глядел то, что они сделали, все было сделано в точности так, как повелел Господь, и Моисей благословил их. Тоже принципиальный момент, да, вот Ветхий Завет утверждает, к Богу надо приближаться только так, как он сам повелел. Только те обряды, те святыни, те одеяния, те жертвоприношения, которые Богом прямо предписаны, в точности так, как они предписаны, ему угодно. Все остальное — это отсебятина, это в той или иной форме идолослужение, поклонение золотому тельцу, который израильтяне соорудили, да вроде бы, из благих намерений. Давайте, вот нашего Бога что-то не видно, Моисей куда-то запропастился, давайте сделаем себе вот подобие того Бога, который вывел нас из Египта, а то мы не знаем, кому поклоняться. Это было страшным преступлением, только так, как желает этого Господь. Ну и следующая, сороковая глава, пишет посвящение Скини и всего, что с ней связано.